Добрый вечер, в прямом эфире общественное российское телевидение, программа «Здесь сейчас». Сегодня рано утром в городе Волгодонске Ростовской области совершен террористический акт Буйнакск, Москва два раза, теперь Волгодонск. Погибло 17 человек, 63 госпитализированные из них, 25 в очень тяжелом состоянии. Завтра должно состояться экстренное заседание Совета Федерации. Ожидается, что будут приняты очень серьезные решения не только по ситуации на Кавказе, но и в стране в целом. Здесь сейчас, в члене Совета Федерации, президент Чуваший Николай Федоров и губернатор Тверской области Владимир Платов, участники завтрашнего заседания. Прежде чем мы начнем разговор, добрый вечер вам обоим, кстати. Добрый вечер. Я хочу связаться по телефону с сотрудником администрации города Волгодонска, Сергеем Руновым, который, собственно, живет рядом с этим домом, принимал участие в разборке завалов и работа в администрации. Добрый вечер, Сергей, вы меня слышите? Какие последние сведения с места трагедии? Нет, видимо, пока связи нет. Хорошо, давайте поговорим о Совете Федерации. Собственно говоря, вчера Дома приняла постановление, касающееся обеих палат Федерального собрания. Что еще может добавить Совет Федерации завтра, на ваш взгляд? В основном два документа обсуждаются и сегодня обсуждались в комитетах по законодательству, в котором я представлен. Первый документ – это заявление по ситуации в стране, где констатируется в целом то, что происходит и насколько все это опасно. И второй документ – это обращение в адрес президента, правительства и силовых структур. С моей точки зрения, пока все-таки это в большей степени декларации и жест отчаяния и со стороны государственного органа, федерального собрания. Это моя личная оценка, потому что мы не можем говорить, что нет необходимых ресурсов на самом деле, что повторяет и президент Российской Федерации, для того, чтобы побороть бандитизм и терроризм. Их нет. В том смысле, что не работают государственные институты. Мы анализировали в комитете по законодательству, есть ли правовые препятствия для того, чтобы бороться с преступностью и терроризмом. И как мы констатировали, эксперты говорят, что можно бороться со всеми этими безобразными явлениями, с жуткими явлениями, пользуясь сегодняшним законодательством. И нет обязательной необходимости вводить чрезвычайное положение. Можно работать, можно использовать, кстати, и вооруженные силы нашей ядерной державы в случаях, по закону действующему, когда возникает угроза целостности Российской Федерации, либо агрессия внутри России, либо из-за пределов России. Так что правовых проблем нет. Надо просто исполнительной власти действовать так, как положено действовать государству. Если оно есть, это государство и государственные институты. Вот в чем проблема. Не право, не конституция, не сама государственность, а конкретные люди, возглавляющие конкретные структуры, должны действовать по закону, имея волю профессионально и умно. Вот в основном проблема паралича воли государственной и бездеятельности государственных органов. Поэтому будет в основном, к сожалению, пожалуй, только призыв, призыв к президенту, призыв к правоохранительным органам работать активно, энергично, защищая основную ценность, безопасность граждан. И здесь, кстати, вот проблема приоритетов, мы очень так мягко задели, но мне кажется, надо более акцентированно говорить, все нас пугают расчленением, либо разрушением целостности российского государства. Вот, Александр Михайлович, мы снова и снова повторяем ошибки прошлых лет. Если вдруг возникает коллизия между двумя ценностями, как территориальная целостность государства, и вторая угроза, угроза реальная, массовых грубых нарушений прав человека, в данном случае убийств массовых, когда каждый день сотни человек убивают, что надо выбирать? Такую ценность, как территориальная целостность, она очень существенна для вас, либо надо охранять государству, безопасность граждан? Важный вопрос. Я думаю, что, собственно, для этого политики призваны, например, собираться, скажем на Совет Федерации, чтобы в том числе говорить и об этом. Потому что, если пока нет приоритета, то, собственно, мы не понимаем, что нам важнее, делать границу или твердить о том, что у нас действуют союзские соглашения, например. Я прерву вас, Николай Васильевич, все-таки с нами на связи Волгодонск, правда, другой наш источник, это Иван Тетерин, руководитель Северо-Кавказского центра МЧС. Добрый вечер, Иван Михайлович, скажите, последние данные все-таки, сколько человек погибло? Так, что-то у нас сегодня со связью очень плохо. Владимир Игнатьевич, давайте пока мы пробуем все-таки выйти на Волгодонск, получить информацию из первых рук. Ваша точка зрения, что может сделать Совет Федерации, кроме призывов, которые вчера сделала Дума? Вот, собственно, пополемизируйте с Николаем Васильевичем. Ну, здесь трудно полемизировать, потому что в основном-то я согласен, то, что сказал Николай Васильевич, но я бы хотел вот что добавить в этой связи. Я думаю, что вот опыт, который мы уже имели из чеченской компании предыдущей, и вот сегодняшние события, они вольно или невольно наталкивают на мысли, что, в общем-то, наши вооруженные силы, силовые структуры обладают достаточным потенциалом, не только в стратегическом смысле, но и для решения тактических задач. То есть решения не принимают политики? Да, но не то, что не принимают, Александр Михайлович, а просто возникают совершенно крамольные, вот дурацкие, я бы сказал, мысли, что нет ли какого-то, скажем так, диспетчерского пункта, если на языке энергетиков говорить, который расположен в пределах Садового кольца, и эта ситуация как бы кого-то в какой-то степени, в той степени, которая развивает события, каким-то образом устраивает. Потому что, ну, трудно поверить, что такая огромная страна, огромная страна, и не может решить эту столько лет продолжающуюся проблему. Ну, а кто эти люди, Владимир Игнатьевич, на Ваш взгляд? Ну, кто люди? Наверное, те, кто обладает реальной властью, скажем так. Ведь сегодня Совет Федерации на самом деле прав, и Николай Васильевич, и вы, собственно говоря, это констатируете, что кроме декларации и, ну, скажем так, принятия решения о чрезвычайном положении введения, а, собственно говоря, сегодня уже страна-то воюет на два фронта, фактически, один в Дагестане, другой, все города и вести России уже, это единый фронт, все заложники второго фронта, все население России, заложники. И сегодня уже чрезвычайное положение в системе, ну, полицейского, так сказать, самообеспечения силовых структур, оно уже фактически введено. Осталось только ввести что-то. Чрезвычайное положение в политической жизни страны, этого, конечно, допускать никак нельзя. Так вот, в этой ситуации что может Совет Федерации? Конечно, собраться, поговорить, разойтись опять. Практически ничего не может. Тогда я не понимаю, зачем Вы даете согласие собираться? И напомню Вам, Владимир Игнатьевич, когда Вы были последний раз в нашей программе, Вы говорили, что все-таки проблема, например, Совета Федерации в том, что губернаторы или главы администрации, они никак не могут объединить. Ну, я, собственно, давайте посмотрим фрагмент того Вашего заступления. Если сегодня не определен статус до конца Чеченской Республики, но мы должны хотя бы статус административной границы определить, то есть как вести себя, с одной стороны, это наш братский народ находится внутри этой Республики Российской Федерации, а с другой стороны, как себя должны вести правоохранительные структуры, граждане, люди... А в своих приграничных районах, да, вот сейчас мы говорили... Старопольский край, который больше всех страдает, и Дагестан, который больше всех страдает. Привлечь туда и силы Старопольского края, материальные ресурсы, мы готовы помочь и строительными материалами, и так далее, заставить людей бросить оружие, приступить к восстановлению экономики, и тогда, может, они забудут, что такое война, и что такое находиться в состоянии военных действий. Дайте особую полномочию республикам, которые находятся вот в этой зоне. Измените работу прокуратуры, измените работу МВД, дайте численность, дайте вооружение, дайте возможности нам подготовиться. И плюс экономический вопрос. Надо выбить молодежь, которая поступает сегодня в отряды, пусть они работают. Надо определяться Чечнёй. Или же её, значит, если они хотят суверенитет, её дат суверенитет, поставят, значит, програничные зоны, пропускные пункты, как положено, вызовы въезд, выезд. Или же, если считается Российской Федерацией, значит, наводит порядок. Строит, разрушены, работу дать людям. Александр, поверьте мне, вот те деньги, которые сегодня вбухали в эту войну в Дагестане, если бы раньше Центр отдал бы на развитие Дагестана, ни вагабистов не было бы, ни анархистов, ни монархистов не было бы. Собственно, я хотел, в качестве видеосвидетельства, показать, Владимир Игнатьевич, как Вы у нас говорили, что главная проблема, что члены Совета Федерации не могут объединиться вокруг проблем страны в целом. Ну, да бог с ним. Давайте поговорим о том, вот этот карантин. Предположим, что всё-таки государство вдруг опомнилось. Что, собственно, реально можно сделать, например, в течение месяца на границе с Чечнёй? Вот, мне кажется, вот Руслан Аушев, он сказал правильно, но только, как говорят шахматисты, перепутал порядок ходов. Надо сначала не особой полномочия вводить и давать в системе силовых ведомств, а надо действительно сначала позаботиться и подумать о создании рабочих мест. Потому что, понятно, если толпы людей ходят без работы друг за другом и не знают, как прокормить себя и свою семью... Ну, это, так сказать, это за месяц не решишь. Естественно. Но там создаётся совершенно ясная картина нарисована. Мы с вами, кстати, сказать не знаем. Хасавютерские соглашения, какую сумму федеральное правительство туда постоянно направляет. Это как бы тайна за семью печати. Мы даже не знаем, какой у нас консолидированный бюджет. Николай Васильевич, что за месяц, например, может... Да, прошу прощения. Да, я прошу прощения. Так из этих средств, которые туда направляются, есть очень большое подозрение обоснованное, что она, значительная часть, просто разворовывается, не доходя до решения тех целей и задач, ради которых туда эти средства направляются. Спасибо. Я убеждён, что надо нам, политикам российским, депутатам Госдумы и членам Совета Федерации, перестать цепляться за Чечню, перестать цепляться за такую ценность, как территориальная целостность Российской Федерации. Если за такую целостность надо нам платить такой ценой, что каждый день, каждые сутки сотни женщин, детей, беременных женщин, стариков погибают, то это не та ценность, ради которой надо жертвовать. Поэтому надо чётко сказать нам, депутатам, вооружить такой правовой формулой президента, что приоритет прав человека, безопасности граждан, здоровья, жизни граждан, безусловный приоритет. Это единственный абсолют в политике вообще. Надо сохранять жизни людей, наших москвичей, волгоданчан, других регионов России. Поэтому Чечню надо отдать туда, куда они хотят уйти. Другой возможности нет. Это, конечно, очень болезненно, тяжело и где-то опасно, но это менее опасно, чем что сейчас сегодня происходит. Раз совершили ошибку в прошлом, начиная войну с Чечнёй, политики, ну нельзя допускать, чтобы каждый день за это расхлёбывали наши люди, россияне во всех регионах. На мой взгляд, объявление Чечни независимым государством, это дешевле обойдётся. В данный момент это ничего не меняет. Всё равно границы у нас нет, защититься мы от них не можем. Нет, Александр Юрьевич, вы не правы. Если мы сегодня не дадим эту свободу или суверенитет вот этой территории, то через месяц как раз нам придётся уже говорить о Чечне в совсем другом территориальном пространстве. Чечня уже будет вести переговоры с нами, или масхадов, или где угодно, не в той территории, которая сегодня находится, а с территории, которая выходит и на Каспийское море. Я в этом убеждён. То есть будет другая территория Чечни через месяц или через два. Поэтому надо спасать, отдавая меньшие, более дорогую ценность для россиян, в целом государства и граждан. У нас есть связь с чеченской границей. Глава администрации Баба-Юрта, Беслан Касимов. Скажите, действительно вдоль границы скопилось такое количество боевиков? Объявляют 2-3 тысячи человек, они в любой момент готовы вторгнуться в Дагестан. Это не только нет. Сколько боевиков скопилось сейчас на границе? Спасибо, Баба-Юрт. Я не понимаю, что у нас нет связи. Владимир Игнатьевич, скажите, вы ожидаете завтра выступления Путина? Завтра ожидается выступление председателя правительства. И мне, как видится, это выступление будет не просто рядовым выступлением. Я думаю, должны прозвучать какие-то программные заявления председателя правительства. По крайней мере, я лично ожидаю таких программных заявлений. А вот, что сказал до этого Николай Васильевич, я полностью с ним согласен, это действительно так. Но хотел бы добавить, чтобы не было цепной реакции вот этого синдрома Чечни, надо, и когда я говорил о том, что действительно подумать о подъеме экономической ситуации, мы все трудно сегодня живем. Но так как живут Дагестан, там и другие Северно-Кавказские республики, наверное, есть смысл действительно подумать о создании там, ну как бы более-менее приоритетных экономических направлений деятельности, чтобы не было этого, повторяясь, синдрома Чечни. А Чечню действительно давно пора уже определить статус и сказать, желаете жить самостоятельно? Ради Бога, посмотрим, живите. Но понятно, что огромные затраты, устройства государственной границы, в одночасье это все не сделаешь, но правильно, а дальше ждать, дальше тянуть, Николай Васильевич действительно правильно говорит. Но это еще хуже может. Но можете завтра исключить Чечню из состава Российской Федерации, на Совете Федерации? В принципе, можно сформулировать правовые вещи, ценности, приоритеты и вооружить ими президента Российской Федерации, чтобы он начал действовать в соответствии с волей. В данном случае мы как правовой орган, как законодательный орган, как раз и можем, и должны, мне кажется, вооружить таким подходом, что есть только один абсолют в нашей жизни, это право человека на жизнь. Но решать будет президент? По Конституции он может решать. Может ли Совет Федерации денонсировать Касаверские соглашения, например? Нет необходимости. Дело в том, что Совет Федерации изначально не принимал Касаверские соглашения как государственно-правовые, как юридический документ, а принимал к сведению, как документ, который позволил остановить бойню, войну. Но никак юридический документ. Такой констатации не было. Было заявление Совета Федерации, где как раз сказано, что это не юридический документ. Собственно, мой главный вопрос, Николай Васильевич, вам. Ну, давайте начнем с Владимира Игнатьевича. А обустройстве нашего государства. По-моему, достаточно произошло событий в последнее время для того, чтобы решения принимались, ну, как говорят, конкретно. Вот что может сделать государство в лице государства до конца недели? Ну что, конкретно можно, во-первых, может быть, это здесь сидя в Москве, мне так кажется, но я думаю, что развеять вот это сосредоточение банда не дать им вторгнуться в пределы Дагестана, я думаю, это тактически совершенно под силами нашим вооруженным силам. Это что можно сделать там, непосредственно на месте. А о том, что здесь, в системе государственной власти, в которую входит и Совет Федерации, что можно сделать реально, это, наверное, действительно принять решение о статусе Чечни и начать работу по ее реальному, фактическому, юридическому и фактическому отделению от России. Что может сделать наше государство до конца недели? Параллельно с тем, что будут действовать силовые структуры, надо активнее подключать гражданских лиц. Просто интеллектуальный потенциал России, ну, мне так кажется, что на первом месте не должны в любом случае всегда находиться только военные, только Министерство обороны или внутренних дел. Должен находиться, если персонально говорить, Михайлов Вячеслав Александрович, министр по делам национальности и по федеративным отношениям. Нельзя, как бы мы ни говорили о бандитизме, корни-то же нам понятно, откуда это все воспроизводится снова и снова, межконфессиональные, межнациональные отношения. Но в любом случае, в строительстве государства, в федерации... вот я согласен с Владимиром Григорьевичем, все-таки бедность в большей степени, чем все остальное. И я об этом же говорю, поэтому гражданское лицо должно обязательно находиться вместе с военными. И лучше всего, если генералы будут находиться за спиной гражданского министра, который строит Россию, строит федеративную Россию, либо ведет переговоры. Но в любом случае, метод железа и крови в конце 20 века, с кем бы мы ни говорили, это менее эффективный, чем метод переговоров дипломатии. Спасибо большое, Николай Васильевич. Спасибо, Владимир Игнатьевич. Завтра Совет Федерации. Выводы делать рано. Следите за развитием событий на канале ОРТ «Здесь» и «Сейчас». Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok